Если вы стали забывчивы или у вас туман в голове, вы не можете решать повседневные задачи, возможно пришло время обратиться к специалисту. Деменция или слабоумие – это термин, описывающий целый ряд симптомов, влияющих на способность думать, запоминать и рассуждать. Хотя, деменция, как правило, развивается у пожилых людей, ее первые признаки могут проявиться и в более раннем возрасте. Естественная деградация мозга с возрастом происходит с каждым, но может ускоряться при наличии этого нарушения. Со временем состояние ухудшается, поэтому важно как можно раньше распознать признаки того, что ваш мозг начал стареть. Первые признаки деменции. 1. Вы забываете то, что происходило недавно. Одним из первых симптомов раннего развития, слабоумие является потеря памяти или неспособность удержать мысль в голове. Меняется ваша способность запоминать простые вещи. Например, вы можете забыть, что только что собирались сделать или потерять нить мысли на середине предложения. Вам может быть сложно понять, почему вы оказались в определенной комнате, где вы оставили ключи, и что вообще планировали делать в этот день. Вам может быть сложно вспомнить информацию, которую вы только недавно усвоили, например даты или события. При этом вы замечаете, что все чаще прибегаете к помощи друзей или членов семьи, чтобы они помогли вам не забывать некоторые вещи. Обратите на это внимание. 2. Внезапно вы стали не любить любые перемены. Когда возникают проблемы с памятью или замешательства, человек начинает придерживаться строгого распорядка, чтобы почувствовать себя в безопасности. Вот, почему нежелание пробовать что, то новое или отклоняться от привычного режима, может быть одним из признаков начала изменений в вашем мозге. Вы можете придерживаться только одного пути на работу или ходить по одним и тем же улицам в магазин. Но дело не только в заведенном порядке, а в причинах, почему вы все время выбираете один и тот же путь. Если вы растеряны, когда идете другой дорогой, или дезориентированы, когда отклоняетесь от привычного пути, есть вероятность того, что у вас ранние признаки деменции. 3. Вы постоянно теряетесь. Растерянность, связанная со старением мозга, может привести к тому, что вы чаще начнете теряться, особенно, оказавшись в новом месте. Однако такое может и случиться, когда вы идете куда, то, где были сотни раз. Например, вам приходится ориентироваться по карте, чтобы добраться до места, путь к которому вы знали, как свои пять пальцев. Конечно, мы все порой теряемся в непривычной обстановке, и это не обязательно говорит о развитии деменции. То же самое можно сказать, если вы всегда плохо ориентировались или просто предпочитаете придерживаться протаренных путей. Но если чувство дезориентации появилось у вас недавно, или вы теряетесь на знакомых дорогах, обратитесь к специалисту. 4. Вы не помните имена людей. Проблема с припоминанием информации – еще одна проблема, с которой сталкиваются люди с деменцией. Если вы с трудом вспоминаете имена людей, это должно стать поводом насторожиться. Во время вечеринок или других мероприятий, вы можете забыть имена новых людей, с которыми только познакомились, или с трудом вспомнить имя друга, рассказывая какую, то историю окружающим. Если вы всегда плохо запоминали имена, то это не является причиной для беспокойства. Но если имена регулярно выпадают у вас из головы, обратите на это внимание. 5. Ваше поведение и настроение меняется. Перемены настроения также нередки при деменции. Хотя нам всем свойственны небольшие перепады настроения в течение дня, большие изменения, касающиеся личности, могут быть признаком начала деменции. Иногда мы сами в себе этого не замечаем, и нам могут указывать на изменения наши друзья или близкие. Наряду с перепадами настроения, вы также можете увидеть и изменения личности. Например, человек истеснительно внезапно стал общительным. Часто это связано с потерей нейронов и другими изменениями, происходящими в мозге. Тип изменения поведения зависит от того, какая область мозга будет затронута. Если, например, задета лобная доля, то могут возникнуть трудности с концентрацией и вниманием. 6. Вам тяжело принимать решения. Нерешительность не всегда является признаком деменции. Некоторые люди просто тяжело принимают решения. Но внезапная неспособность планировать и организовать так, что это негативно влияет на вашу жизнь, может говорить о проблеме, с функцией организации. Вы можете обнаружить, что вам сложно принимать решения или сосредоточиться на выполнении задач, состоящих из нескольких шагов, например, приготовления пищи или одевания. Если раньше вам это не было свойственно, дайте знать об этом специалисту. 7. Вы легко путаетесь. Другим типичным признаком старения мозга является неспособность пользоваться повседневными вещами. Например, вы можете забыть, как использовать телефон или заваривать чай. Это может быть пугающим, и это определенно повод обратиться за профессиональной помощью. Когда наша память и способность рассуждать постепенно ухудшаются, возникает замешательство, потому что мы больше не запоминаем лица. Не можем подобрать правильные слова и нормально общаться с людьми. 8. Не можете вспомнить, что вы только что прочли. Большинство симптомов деменции в той или иной степени затрагивают нашу память. По этой причине неудивительно, что она влияет на нашу способность к чтению и запоминанию прочитанного. Многие люди с ранним началом слабоумия обнаруживают, что им приходится делать заметки во время чтения, чтобы запомнить, что происходит в истории. 9. Вы с трудом усваиваете новое. Нам бывает сложно усваивать новые навыки, но людям с деменцией это дается еще сложнее. 10. У вас депрессия или апатия. Поскольку вы постоянно испытываете замешательство в повседневной жизни, что вызывает стресс, симптомы депрессии, это тоже не редкость. Апатия также может идти рука об руку, с ухудшениями функций мозга. Человек может потерять интерес к привычным хобби или занятиям. Он не хочет выходить на улицу и развлекаться, проводить время с друзьями и семьей, или кажется выдохшимся. И хотя есть множество причин удрученного состояния, если оно сопровождается проблемами с памятью, есть повод заподозрить раннюю деменцию и обратиться к врачу.